Вы хорошо знаете дочерей, старших дочерей Владимира Путина. Говорят, есть еще какие-то другие дети. Скажите, хорошие девочки? Ну, своеобразные, такие очень прогрессивные. Ну, такие, как сказать, учились в немецкой школе в посольской. Пирсинг одна девочка любила, вся была обвешана в возрасте, я не помню, там, 10-12 лет. Старше? Младше. Да. Катя и Маша. То есть они такие, ну, своеобразные. Ну, такие вот прогрессивные. Я бы сказал, они очень западные. Очень-очень западные. Путин ведь тоже вначале на запад стремился, правда? Очень. И хотел и в НАТО, и в ЕС. Куда вообще? По полной программе. Искренне. Дурной запад не понял этого, да? Нет. Дурной Путин не понял, как устроен запад. А вот так. Конечно. Он думал, что на западе, тогда вот я помню, Буш там приезжал и так далее. И вот история с этой радиолокационной станции на Кубе. Это был подарок, это была взятка Бушу. А Буш этого не понял. И он мне говорит, ну что, валет? Он не понял? Это что было? Я что, просто так? Это же ему, а он что? Он ничего? Я говорю, ну, Володь, это просто ты не понимаешь. Пройдет время, ты поймешь. Это просто... Они другие. Они другие избирают, и вот чтобы было лучше их странам, их людям, их гражданам. А не для того, чтобы они вот это вот все, ну, не считая там Шрёдера. А вот, собственно, а он как понимал, что вот типа два таких босса встретились и говорят, слушай, вот так. Короче, делить будем вот так. А вот это, то, что остается, отдадим вот этим собакам. И все. Злым. Злым. А те говорят... А там еще была такая история, я помню, что Буш с ним разговаривал, 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 наедине всякие вещи. А потом приехал и, типа, надиктовал все это. Ну, про что обсуждали. Что говорили, что тот предлагал и так далее. Он мне говорит, ты представляешь, говорит, козел. Я говорю, в смысле? Он говорит, он приехал и говорит, ну, короче, теперь давайте это диктофоды, пишите там, стенографируйте, что обсуждали. Он говорит, мы у меня на даче сидим, я ему рассказываю, можно так, можно сяк, а он это потом, и они там это в какие-то книжки. Я говорю, да это нормально. А как он должен был сделать? Он по-другому не может, и он для этого президентом стал. Его контролируют. Да не контролируют, он сам себя контролирует. У него и другой идеи нет. Он приехал, да, он рассказал, вот, собственно, встретился с таким персонажем. Тот говорит, хотите газопровод отключим, хотите подключим. Вопрос, чего надо? Он говорит, я ничего не понимаю, что он говорил, но вот все вам расскажу, а вы, как умные все консультанты, потом мне расскажите, что он имел в виду. Хорошо. Путин стремился на Запад. Когда он начал меняться? Ну, на втором сроке. Вот когда появилось это ощущение имперскости, да, мюнхенская речь? Да, да, да. Ну, он просто уже понимал, во-первых, что он видел, что вот эта вот смена президентов, там, премьер-министров, чехарда, то есть он понимал, что вот, он еще не понимал, что он навечно, естественно, но ему это как-то, ну, то есть казалось очень мелким, то есть какие-то любые мелкие вопросы, они ему объясняли, что это займет три года в парламенте, потом в парламенте и так далее. То есть, ну, просто он такой, мужчина сказал, мужчина сделал. То есть, вот он очень просто в этом смысле. Причем надо там, ну, как он, это вот у меня была такая история, когда я строил ледокол «50 лет победы», его заказывал «Росморпорт», а от него Герман Гриф. И сумма его была миллиард 250 миллионов. Но они в процессе поменяли проект. И стоимость увеличилась на 200 миллионов. И мне там, ну, директор зовут, говорит, мы там пишем письма, что, типа, деньги давайте, а они нам не отдают. Они и так-то платили еле-еле, мы на свои строили. А тут еще и вообще, говорят, не отдадим, потому что, типа, цена изначально другая была. Я говорю, что за бред? Я звоню, говорю, Гера, это что, шутка? Он мне говорит, ты понимаешь, это принципиальная позиция моя. В смысле, обокрасть меня принципиальная позиция? То есть, как, ты заказал что-то. Ты приходишь, говоришь, шейте мне ботинки. Потом говоришь, а можно, чтобы шнурки были желтые? Они говорят, пожалуйста, 100 рублей. А можно, чтобы поменять желтые на зеленые, а каблуки отрезаны? Они говорят, 150 рублей. Подходит. Ну, мы же за 100 договаривались. Ты что, рехнулся? Он говорит, не, моя принципиальная. Я говорю, знаешь что, давай так договоримся. Это бред какой-то тяжелый. Я говорю, слушай, государство обязано заплатить еще 200 миллионов. Обязано. Это обязанность государства, долг. Он говорит, я буду категорически против, буду возражать против этого. Я говорю, ты чокнутый просто, натуральный. Он говорит, думай, что хочешь, но я вот буду это объяснять, почему. Потому что вот была изначально там такая позиция. Ну, бред тяжелейший. Я говорю, Володь, слушай, вот такая история рассказываю. Он мне говорит, да ладно, не волнуйся, мы из Газпрома заплатим. Я говорю, какого Газпрома? О чем? При чем здесь Газпром? Росморпорт, государство заказало ледокол. Цена в контракте. 100 подписей. Какой? Миллеру скажу, заплатим. Кстати, не заплатили. Это правда, что в 2009 году Путин вам сказал, цитирую, ты, наверное, уедешь, а мы вот тут будем на Галерах? Ну, про Галеру он ничего не сказал. Он сказал, что ты уедешь, а мы будем в этом болоте ковыряться. Было такое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.